С 1 января этого года в России начал действовать закон, который ждали более двух лет. Он регулирует отношения, связанные с оборотом цифровых активов и валюты, в том числе и криптовалюты. Какие изменения появились после принятия цифрового закона? Какова судебная практика в области споров с обращением криптовалюты? Ответы на эти вопросы вы услышите в нашем новом видео. А вы знали, что Сатоши Накамото впервые опубликовал информацию о биткоине в 2008 году? 3 января 2009 года был создан первый блок в блокчейне биткоина, а первая транзакция случилась 12 января 2009 года. В ней Сатоши Накамото отправил 10 биткоинов программисту HelloFini. Итак, первую криптовалюту составляли биткоины, которые были выпущены 12 лет назад. Тем не менее, законодательное регулирование только сейчас легализовало цифровую валюту. Более того, на днях президент России подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 года, в соответствии с которым Минфин, Минцифры, Минтруд и Банк России должны до 15 ноября подготовить свои предложения о порядке проверки сведений о владении цифровыми активами. Видимо, в ближайшем будущем стоит ожидать добавления доходов от сделок с криптовалютой в налагооблагаемую базу физических лиц. Какое определение криптовалюте дает закон? В законе о цифровых финансовых активах цифровой валюте не упоминается криптовалюта, но дано определение цифровой валюте, а криптовалюта является ее разновидностью. Отметим, что определение достаточно сложное, поэтому выделим его суть. Криптовалюта не имеет материального воплощения, не является денежной единицей и, как и другая цифровая валюта, признается имуществом. В ее основе лежит определенная технология, получившая название блокчейн. С помощью специального адреса, который лежит в основе блокчейна, можно осуществлять переводы криптовалюты, а добывают ее на специальных фермах, которые называют майнинг-фермами. Для того, чтобы существовала криптовалюта, должны существовать мощности, на которых она вычисляется и обменивается. Это платформа блокчейн. По свидетельству специалистов, майнинговое оборудование является специализированным компьютерным оборудованием, предназначенным для выработки криптовалюты. Процесс ее выработки является непрерывным, поэтому оборудование изначально предназначено для непрерывного функционирования, не требует контроля со стороны персонала и работают полностью в автоматическом режиме после первоначальной настройки. Закон не оперирует понятием блокчейна. Вместо него используется термин «распределенный реестр». Слово «транзакция» хорошо известно гражданам и в данной ситуации оно означает операцию, которая проводится в блокчейне. Как суды расценивают использование криптовалюты в расчетах? Судебных споров, связанных с обращением криптовалюты, практически нет. Есть многочисленная судебная практика, сформированная до принятия закона, который лишний раз доказывает правовую неопределенность операций с криптовалютой. Так, физические лица обратились в суд о взыскании денежных средств и процентов. Суть событий заключалась в следующем. ИСЦИ, физические лица, передали денежные средства в размере 140 000 долларов ответчику для того, чтобы последний предоставил им майнинговые мощности и осуществил добычу криптовалют. В свою очередь, ответчик должен быть добыть криптовалюту по истечении определенного срока после передачи денег, но ответчикам обязательства так и не были выполнены. ИСЦИ обратился в суд. В качестве документов было предоставлено соглашение о майнинге, условием которого являлось предоставление клиенту права на майнинг. Договор не содержал предварительной либо фиксированной даты окончания срока действия, а поставщик услуг не несет ответственность за любые убытки, которые связаны с падением рынка биткоина. Суд отказал ИСЦУ во сврате денег и процентов. Как подчеркнула судья, биткоин не подпадает ни под определение электронных денежных средств, ни под определение платежной системы. Биткоин также не является иностранной валютой и не относится к объектам гражданских прав. Таким образом, в России отсутствовала правовая база для данных платежей, и все операции участниками сделки совершались на стой страх и риск. Заключенный между сторонами договор являлся по своей конструкции договором возмездного оказания услуг. Стороны реализовали свое право на свободу договора. А ИСЦИ не доказали, что понесли убытки в результате ненадлежащего качества услуг, а не вследствие падения рынка биткоина. Если самостоятельно разобраться в законе о цифровых финансовых активах не получается, то всегда можно обратиться за помощью к юристу, который быстро разберется в вашей ситуации и окажет исчерпывающую консультацию. Для получения помощи наших специалистов позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Что изменилось с принятием цифрового закона? Действующий с этого года закон придал правовой статус криптовалюте, отнеся ее к цифровым деньгам. Законом криптовалюта приравлена к имуществу, что означает возможность включения ее в конкурсную массу при банкротстве. Цифровая валюта отнесена к средствам платежа. Тем не менее, статьей 14 закона запрещено принимать криптовалюту в оплату товаров работ услуг. Этот запрет распространяется на компании, а также граждан, который находится в России не менее 183 дней в течение календарного года. То есть с криптовалютой можно проводить любые сделки, связанные с купли-продажей, передавать в залог, менять, но расплачиваться за купленный товар нельзя, поскольку на территории России официальной денежной единицей является рубль. А в Японии еще в 2017 году признали биткоин платежным средством. Этой валютой можно расплачиваться в некоторых магазинах, включая онлайн-площадки, в салонах красоты, кафе и ресторанах. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова